Ее нежная белая кожа рвалась, как пергаментная бумага. Мерзкий скрежет острых когтей по кости, булькающие звуки вырывающегося воздуха и крови из трахеи. Отвратная чавканье зверя, вкушающего нежную алую плоть, Повисшие на ветках обрывки ярко-красного платья, кровью окрашенного в темно-обогряный. Туманная дымка, не касаясь водной глади, плывет ранним утром по замерзшей реке. Холодная ночь позади, и звери спешат выбраться из своих нор к согревающим лучам только что проснувшегося солнца. Десятки живых существ издают разные звуки, от пения птиц до треска веток под бегущими лапами. Лес жевает. Но в наших краях есть еще одно существо, которое не дает покоя ни людям, ни зверям. Давным-давно в деревне жил травник-знахарь. Люди относились к нему с почтением, но опасались. Ибо ходили слухи, что знахарь тот черной магией занимался. Когда деревня засыпала его мрачная тень, освещенная яркой луной, уходила глубоко в лес. Тот, кто пытался проследить за ним и выяснить, чем промышляет по ночам знахарь, в чаще леса изгинули. И одному лешему известно, что с ними стало. Позже пропадать он стал на несколько дней. А возле его лачуги постоянно были обрывки вещей, куски грязи и вонь, как от мокрой и больной собаки. Он стал нелюдим, молчалив. И на удивление местных старое тело его будто бы новой жизнью жить начало. Будто бы выше стал грудь шире, да ручище, как у медведя. А вместе с этим начали пропадать среди белого дня овцы, козы, а позже и быки с коровами. Охотники наши находили окровавленные ошметки от скотины. Мысль закралась, что стая волков орудует или вовсе медведь. Если медведь, то далеко не простой. Но это были лишь слухи и догадки неопытных. Знающие охотники по следам и зубам зверя узнать могут. А следы эти волчьи, но размером с медвежьи, где-то по четыре лапы на земле, где-то по два следа. Будто бы волк этот на двух ногах, как человек, ходит. А найденные засечки на деревьях от огромной пятипалой лапы, пни, вокруг которых земля притоптана, часто натыкались на воткнутые в землю двенадцать ножей. Все это сомнений не оставило. И поползли слухи, что волкалак завелся в наших лесах. Повспоминали разом все легенды да истории жуткие предков. А как бороться со сволочью этой, никто не знает. Кто-то про полынь вспомнил, кто-то про чеснок и чертополох, а кто-то просто на вилы посадить предложил. Решил народ спросить у знахаря. Он и книги читает всякие, и помнит истории прадедов. Уж он точно подскажет простому люду, как бороться со злом. Тяжелая деревянная дверь со скрежетом отворилась в старую знахарскую лачугу. Резкий запах испорченного мяса и железный привкус крови ударил в нос. В дальнем углу лачуги, подпирая спиной и плечами потолок, с тяжелым зловонным дыханием, бормочет себе под нос, не до конца обратившийся в волка знахарь. Двенадцать ножей. Двенадцать ножей. Пень. Проклятие. Проклятие. Народ впал в морок. Никто не решался даже пошевелиться или дышать. Получеловек-полуволк учуял непрошенных костей и резко обернулся, смотря глазами полными ярости и голода. За считанные секунды его трансформация завершилась, и зверь рванул стремительным рывком к одному из селян, снеся ему половину лица огромными когтями. Все ринулись бежать. Один из селян повалился на пол, от сковавшего его ноги страха. Подскочив к нему, волкалак быстрыми, как ветер, лапами разодрал бедолагу в клочья. Народ бежал и спотыкался, толкая друг друга. Каждый в этот миг ценил свою жизнь и не хотел ее терять. Волкалак выскочил на улицу, заливая всю округу, утробным воин, вселяя страх во все живое. Последняя резко захлопнувшаяся дверь посеяла мертвую тишину вселения. Истоптанный кроваво-серый снег переливался серебром на последних лучах вечернего солнца. Зверь решил растянуть удовольствие. Зверь начал охоту. С хрустом снег проваливался под мощными лапами чудовища. Он чуял страх. Страх витал в воздухе и наполнял кровью жилы волка. Тишину прервал сидящий на цепи пес одного из селян. Небольшого размера, со свисающей шерстью на глаза. Отважный пожилой пес. Лайл рвался на крепкой привязи. Он страстно хотел защитить свой дом и своих хозяев. «Мой смелый старый пес», прошептал, подглядывая в щель стены сарая со слезами на глазах прятавшийся мужичок. Волк обернулся и оскаля клыки и стремительно направился в сторону пса. Мужик схватил стоящие в углу сарая вилы и выбежал с криками. «На вилы, сволочь!» Им было страшно. Они боялись. Но кто спасет их дом, их детей, их жен? Никто не придет на помощь. Из всех домов и амбаров повбегали мужики. Кто с топором, кто молот ухватил в рабочую руку. С горящими глазами люди бежали в сторону зверя, а не чувствовали плечи друг друга. Их сердца наполнялись отвагой и долгом защитить свои семьи и прогнать чудовища со своих земель. Окружив волколака, люди стали бить его со всех сторон. Вилы впивались в ребра волка. Топоры застревали в твердых жилах. Серпы разрезали плотную шерсть и толстую кожу. Факелы жгли и оставляли запекшиеся ожоги. Какой бы страшный не был монстр, он все же чувствует боль. И кровь течет в его жилах. А значит, жилы можно подсечь. Зверь пытался отбиться от разъяренной толпы, но не ожидал охотник такой прыти и силы духа от своих жертв. Вот и поплатился. Из последних сил окровавленный и израненный волколак неуклюжими прыжками направился в сторону темного леса. Спасая свою жизнь, люди ликовали. Бранные слова посылали в спину полудохлого зверя. Они обнимались друг с другом, жали руки. А мужичок тот бросил виллы на скользкий багровый снег и побежал к своему старому храброму псу. Но селяне не знали одного. Волколаки не обладают сверхъестественной живучестью. И их можно убить обычным оружием. Однако, после смерти оборотни превращаются в упырей и вновь восстают, чтобы отомстить своему убийце. Чтобы не произошло подобного обращения, оборотню необходимо запихать в пасть три серебряных монеты в тот момент, когда он будет умирать. Либо пронзить сердце колом из боярышника, когда волколак находится в человеческой форме. Если зверь в темном лесу остался гнить в сырой земле, их спокойный сон не продлится слишком долго.